Приветствую вас. Давайте мы, прежде чем ответить на ваш вопрос, договоримся о некоторых, скажем так, условностях, о неких, скажем так, важных моментах, которые, на мой взгляд, необходимо упомянуть. Если не брать в расчет тот факт, что у вас могут быть некие предубеждения против людей, а если не брать в расчет тот факт, что вы можете бояться каких-то определенных людей, ну, такое бывает. Например, если в детстве вас, допустим, кто-то испугал или кто-то вызвал негативные эмоции, вот, ну, это бывает. Бывает, что против такого типа людей, значит, есть непонятная такая агрессия, может быть, даже напряжение, напряженность есть. То есть, ну, вот это, это такие ситуативные предубеждения, как я их называю. Если у вас этого нет и подобных предубеждений у вас не имеется, то в этом случае, на мой взгляд, уместно говорить о стереотипах. О стереотипах в своем, наверное, в их классическом понимании. То есть, что такое стереотип вообще? Стереотип – это набор определенных знаний, как правило, типовых, который отдам человеку для того, чтобы облегчить ему взаимоотношения с людьми, исходя из, ну, возможно, его целей, исходя, возможно, из его желаний, желаний, исходя, возможно, из его предпочтений и так далее. А может быть, может быть, стереотипы, заданные именно родителями или социальным окружением. На мой взгляд, пример, который можно привести для иллюстрации данного утверждения, ну, скажем так, несколько банален, потому что простой, но, тем не менее, по моему мнению, хорошо отражает суть того, что я хотел вам донести. Богатый человек считает всех бедных людей невеждами, людьми нищего сорта, глупыми, примитивными и так далее. Понятно, что не все богатые так считают, но тем не менее. А бедные считают, что все богатые – это высокомерные люди, властные, жадные и так далее. И, опять же, у их позиции есть подтверждение. То есть, ну, действительно, некоторые представители тех или иных классов, они, ну, действительно такими и являются. Но это не означает, что все такие люди. Так вот, подобный человек, например, богатый, когда видит бедного, у него сразу складывается о нем впечатление, свое собственное впечатление, которое основано на этих стереотипах. И это облегчает ему взаимодействие с этим человеком. Другое дело, что изначально стереотип, предназначенный для того, чтобы облегчать взаимодействие с людьми, часто представляет собой предупреждение, когда всех людей гребут под одну гребенку. И таким образом мы можем сделать вывод, что стереотипические реакции человека связаны с его набором стереотипных представлений о людях. То есть, если вы видите какого-то человека, который, например, ну, допустим, одеться неряшливо, выглядит там не очень хорошо, у него, ну, я не знаю, недельная, может быть, щетина или что-то еще, скорее всего, прикосновение такого человека будет вам неприятным, потому что вы будете ожидать от него каких-то действий, ну, скорее всего, для себя неприятных. И, соответственно, если человек соответствует вашим внутренним представлениям о том, каким должен быть человек в вашем окружении, то его прикосновение для вас приятное, комфортное и так далее. И парадокс заключается в том, что это происходит на более тонком уровне, даже когда вы сами себе, например, отчета не отдаете в том, что на данный момент ситуация такая произошла. То есть, если вы чувствуете, что прикосновение кого-то вам неприятно, значит, этот человек не соответствует вашим представлениям о стереотипе того, кто должен быть рядом с вами. Какая для этого причина, можно только гадать. Здесь могут быть стереотипы родителей, родителей, которые говорили о вашем маме, ну, знаете, как, не разговаривать с незнакомыми людьми и так далее. Вот такая история. А здесь может быть и ваш собственный опыт, когда вы сами обжигались каких-то людей, и, соответственно, вам неприятное прикосновение этих людей. Ну и, наконец, здесь, возможно, и такая ситуация, когда у человека есть так называемая биополя. Не все могут это биополе чувствовать, не все придают этому значение. На мой взгляд, так сказать, концепция биополей изучена еще недостаточно, чтобы говорить о ней как о научном объекте. Но, тем не менее, некоторые люди излучают всевозможные посылы, которые другими людьми могут чувствоваться, а могут не чувствоваться. Данные не стоит путать с теми же самыми предрассудками, когда мы, например, идем по улице, да, и видим, нам навстречу идет человек, одетый, например, весь в черное, да, и, соответственно, ну, скорее всего, такой человек будет нам, если он неприятен, то, по крайней мере, мы будем чувствовать напряжение, вот, и будем хотеть от него как можно скорее уйти, да. В биополе это воздействие человеческого биополя одного человека на биополе другого человека. В биополе включаются посылы, желания, некие такие общественные, скажем так, послания, которые человек как бы, ну, внедряет, внедряет и посылает другим. То есть, если, например, человек агрессивный посыл показывает, то чувствительный к биополю индивид, он видит это, чувствует это, понимает это и, как бы, соответственно, защищается от этого. Здесь проблема заключается в том, что мало кто признает, что у него есть такое биополе. Мало кто признает, что у него есть такой посыл, поэтому, если вы такому человеку скажете, что чувствуете от него агрессию, ну, это можно, по сути, это приведет к, да, довольно нежелательный реакцию, можно привести. Можно привести. Вот. Значит, мы с вами разобрали, на мой взгляд, основные моменты, которые относятся к тому, почему каждый из нас по-разному воспринимает разных людей. Это связано именно с стереотипическим опытом. Опять же, не стоит абсолютно все увязывать в эту концепцию, потому что далеко не все можно объяснить, рационализировать этими понятиями. и потому часть из них касается ваших детских переживаний, которые, ну, так или иначе, не нашли выхода. Часть из этого касается формированной фигуры стереотипа. Часть из этого касается, возможно, чувствительности к биополю, а часть из этого касается ваших целей и желаний по отношению к другим людям. То есть я уверен, что если бы вы работали бы, например, в какой-то сфере, и вы хотели бы повышение, и к вам пришел бы директор или начальник, который может вам это повышение дать, и вы очень этого повышения хотите, прямо очень сильно хотите, то, скорее всего, его прикосновение будет не так же воспринято, как, например, если бы было похожее прикосновение от похожего человека, но при этом с другим социальным зарядом. Опять же, все это довольно индивидуально, то есть не нужно думать, что все обязательно так. То есть истина, она где-то вот на пересечении вот этих вот переменных, о которых я сказал и которые, надеюсь, вы теперь знаете. Другое дело, что это знание вам даст, это уже другой вопрос. То есть, как правило, если прикосновение к кого-то вам неприятно, то об этом нужно дать понять человеку, то есть не стоит ожидать, что он сам перестанет к вам прикасаться. Если же вы, ну, например, терпите его прикосновения все равно, несмотря ни на что, то здесь нужно разобраться в первую очередь с вашей субъективной стороной в этом вопросе. То есть, почему так? Какой мотив, что заставляет вас это делать? На мой взгляд, данный аспект тоже очень важен. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...